Как мобилизация уже сказалась на экономике и какими будут долгосрочные последствия? Мобилизация – это колоссальный шок для российского населения и, конечно, для российской экономики тоже. Но из текущих данных пока мы не можем четко понять, какой уже был эффект и спрогнозировать, какой будет еще эффект. Российская экономика находится в шоке. В этом смысле это комбинация огромного количества факторов, которые сейчас влияют на экономику, и вычленить то, что конкретно сделала мобилизация с сентября месяца, достаточно сложно. Мы видим, что экономика находится, с одной стороны, в рецессии, это падение производства на 4-5% в этом году и ожидающие дальнейшее продолжение падения производства в 2023 году. Но при этом мы не видим какого-то коллапса экономики, какого-то мощного банковского и финансового кризиса. Сигналы такого кризиса были в марте месяце, сразу после начала войны. Но после этого Центральному банку удалось стабилизировать финансовую систему. И с тех пор нету острой кризисной ситуации в российской экономике. Точно так же мы не наблюдаем острого роста безработицы. Мы видим, что многие предприятия перестают производство, производят намного меньше, но при этом не увольняют работников. И вот в этом смысле кризиса безработицы мы не видим. То, что произошло с мобилизацией, это огромное количество молодых людей были, так сказать, изъяты из экономики. Многие люди были призваны. Многие люди уехали из страны. Это приводит к подрыву производственных процессов, когда отдельные категории людей с определенными навыками находятся в особо остром дефиците. В первую очередь это касается специальностей, которые в высоком спросе. Это касается программистов, людей, работающих с компьютерами. Это та специальность, которая находилась в дефиците с начала войны, но мобилизация еще дополнительно усилила этот дефицит. Это, наверное, основной эффект на рынок труда. Но пока мы не видим из данных, что это привело к какому-то такому скачкообразному изменению динамики. Динамика остается медленной стагнационной динамикой. Спад производства продолжается достаточно постоянными темпами, при этом без каких-либо острых кризисных явлений. Вторая вещь, которую сделала мобилизация, это то, что большое количество людей, в первую очередь состоятельных людей, уехало из экономики. Эти люди снижают спрос на товары, произведенные в экономике. Что сейчас является неизвестным, это насколько сторона рынка труда, тот факт, что большое количество людей уехало и не присутствует на рынке труда, или тот факт, что эти люди перестают представлять спрос на товары. Какая сторона эффекта окажется более сильной? В этом смысле, если это будет дефицит работников, то это то, что приведет к, видимо, росту цен. Если это будет дефицит спроса, то это то, что скорее приведет к дальнейшему падению производства. И ближайшие месяцы дадут нам понять, какой эффект действительно от мобилизации был сильнее. Периодически возникают слухи о новой волне мобилизации или введении военного положения в России. Насколько негативно это скажется на экономике РФ? Нет никаких сомнений, что у этой мобилизации нет конца. Эта мобилизация не закончится, пока не закончится война. Первый этап всеобщей мобилизации, который начался в сентябре, плавно перетек в сезонный призыв. То есть сейчас нет активной мобилизации всеобщей, а есть обычный осенний призыв. Осенний призыв, очевидно, перетечет в зимнюю вторую волну всеобщей мобилизации. Судя по всему, сейчас призвано уже 300 тысяч человек, но нет никаких оснований ожидать, что попытки мобилизовать все большее и большее количество людей остановятся в обозримом будущем. Но мы не знаем, какой есть у государства ресурс. В какой-то момент ресурс государства по возможности мобилизации людей будет исчерпан. Мы не знаем, где эти пределы. Это 700 тысяч призванных или миллион призванных, или миллионы 200 тысяч. Но все это возможно, если мы будем думать о горизонте до, скажем, лета 2023 года. Все эффекты на экономику, конечно, кумулятивны. Они нарастают, накапливаются по мере течения войны, по мере мобилизации. И мы не знаем, где предел для экономики. Точно так же, как мы не знаем, где тот предел для населения, предел для подавляющего механизма государства, где эта машина сломается. Точно так же, мы не знаем, в какой момент экономика больше не сможет принять дополнительных шоков. Еще раз я хочу подчеркнуть, что экономика функционирует в абсолютно шоковом сценарии. Отдельные отрасли испытывают более острые шоки, чем другие отрасли. Но все это накапливается со временем. И вот пока то, что мы можем сказать, что к ноябрю-декабрю 2022 года российская экономика полностью не сломалась. Опять же, это такой процесс стагнации, медленного снижения без острых шоковых явлений в экономике. Но мы не можем прогнозировать, сколько еще шоков экономика может взять на себя. В особенности, ближайший шок, который станет большим испытанием, это введение санкций с 5 декабря. Евросоюз на самом деле впервые вводит настоящие санкции на экспорт энергоносителей из России. И мы не знаем, как российская экономика справится с этим очередным шоком. Точно так же, падение мировых цен на нефть, которое может произойти в результате рецессии в мировой экономике, которая ожидается в 2023 году, это еще одно испытание для российской экономики. Продолжающая мобилизация, это еще одно испытание для российской экономики. И вот в этом смысле мы совершенно не знаем, какой резерв. Но есть четкое понимание, что этот резерв ограниченный. И в какой-то момент, вероятно, произойдет мощный шок в российской экономике тоже. Какие наиболее негативные последствия для российской экономики вы ожидаете в связи с западными санкциями? Ну, действительно, весь 2022 год с начала войны в Украине в феврале российская экономика была под санкциями. Это абсолютно беспрецедентные санкции в последние десятилетия. Ни одна страна не подвергалась такому количеству санкций. Но при этом очень важно подчеркнуть, что санкции были в основном сконцентрированы на финансовом секторе и на российском импорте. Действительно, импорт очень сильно упал. Это осложнило производство в целом ряде отраслей. В первую очередь в технологических отраслях, где производство очень сильно упало. Но при этом очень важно подчеркнуть, что 2022 год точно так же стал годом рекордных доходов для российской экономики. Это год высоких цен на нефть и высоких объемов экспорта энергоносителей и нефти, и газа. И в этом смысле это очень необычная ситуация, когда с одной стороны накладываются санкции, а с другой стороны эти санкции обходят экспортные сектора экономики, и экономика функционирует при огромном притоке денег и финансирования из-за рекордно высокого экспорта и рекордно низкого импорта в этом году. Это очень необычная ситуация. Но так или иначе, со временем, как мы видим, экспортные санкции, видимо, становятся сильнее, они будут нарастать, возможность продавать нефть и газ в Европу и во многие другие страны будет сложнее для российской экономики. И это действительно первое серьезное санкционное испытание, которое мы ожидаем вступит в силу с 5 декабря. В этом смысле очень сложно предсказать. Мы видели, что российская экономика справилась с волной санкций, где акцент был на импорт, на российский импорт. Действительно, это стало удивлением для многих экономистов, что такие мощные санкции на импортную сторону не привели к значительному коллапсу экономики. Они привели к существенной рецессии, но при этом это не было очень острым экономическим кризисом. И теперь, действительно, следующее испытание для российской экономики – это мощные экспортные санкции, которых еще не было. В этом смысле сложно делать предсказания, но очевидно, что уже сейчас мы наблюдаем дефицит бюджета для российской экономики, который начался с июня месяца. Этот дефицит очевидным образом увеличится с вступлением в силу экспортных санкций. И вот здесь действительно возникают серьезные вопросы. Это будет, вероятно, впервые ситуация, когда российское политическое руководство станет перед серьезным выбором – заниматься финансированием экономики или финансированием войны. Очень важно подчеркнуть, что такой выбор, по большому счету, не стоял перед российским политическим руководством. До декабря 2022 года доходов от экспорта энергоносителей хватало, чтобы поддерживать экономику на плаву и чтобы финансировать войну. Вот сейчас, действительно, мы будем наблюдать в новых условиях, насколько правительство сможет балансировать между необходимостью поддерживать экономику и продолжать финансировать войну. У нас есть все надежды на то, что финансирование войны станет невозможным в обосрыбом будущем и придется эти военные действия каким-то образом сворачивать и ограничивать. Ну и, собственно говоря, мы видим из-за этого есть такое желание заключить перемирие в ближайшее время, потому что, в частности, расходы на войну становятся неподъемными для российской экономики тоже. Насколько жестким ударом будут ограничения для российского нефтяного сектора? Безусловно, это самые мощные, самые важные санкции. Это инструмент, который Европа не использовала в первые 10 месяцев войны. Есть все основания полагать, что если бы решительные санкции именно на экспорт российских энергоносителей в Европу были приняты в марте месяце, то, возможно, переговоры об окончании войны начались гораздо бы раньше, и война не длилась бы 10 месяцев. Но это то, что сложно предсказывать события, которые не реализовались. Но вот 10 месяцев спустя экспортные санкции на энергоносителей вступают в силу. Это не то же самое, что экспортные санкции в начале войны. Мы знаем, что России удалось переориентировать большие количества экспорта энергоносителей в азиатские страны. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. И вот сейчас в этом смысле огромный вопрос стоит, насколько потолок цен на нефть и насколько вторичные санкции будут эффективны. Европа уже перестала быть крупнейшим потребителем российских энергоносителей. Вот дальше вопрос, насколько санкции смогут быть эффективны по снижению и остальных доходов России от экспорта в другие страны. Есть основания полагать, что эти санкции могут стать достаточно эффективными. И вот действительно, как я хочу подчеркнуть еще раз, это впервые поставит российское политическое руководство перед серьезным выбором. Финансировать экономику или финансировать продолжение войны. Такого выбора до сих пор не стояло, но экспортные санкции на энергоносители имеют все шансы поставить этот вопрос очень остро перед российским политическим руководством. За счет чего России так долго все же удавалось удерживать ситуацию под контролем? В частности, что касается курса рубля. Да, это очень важный вопрос. Я бы не стал преувеличивать роль центрального банка. В этом смысле центральный банк действительно делал все, что он мог. Но на самом деле причина, почему российская экономика остается на плаву весь 22-й год, не в этом. Причина в том, что те санкции, которые были наложены, они имели очень парадоксальный эффект. Вместо того, вот финансовые санкции, их цель действительно была создание банковского и финансового кризиса. Но тот факт, что финансовые санкции были объединены вместе с импортными санкциями, санкциями на российский импорт, но не на российский экспорт, это привело к тому, что, во-первых, был рекордный профицит торгового баланса. То есть Россия экспортировала больше, чем импортировала. Причем абсолютно рекордное количество. По результатам года этот профицит будет порядка 10-12% ВВП. Это абсолютно беспрецедентные размеры для мировой экономики. И это означает колоссальный приток валюты в российскую экономику. То есть приток валюты, он фактически разрешил многие финансовые, банковские проблемы. И на самом деле это был ключевой фундаментальный фактор, почему российской экономике удавалось избежать полноценного финансово-банковского кризиса. При этом действительно была рецессия, вызванная ограничением импорта. Но эта рецессия не привела к такому острому шоковому кризису. Другая очень важная сторона этого же вопроса, это то, что вот эти рекордные экспортные доходы привели к рекордным доходам бюджета. Первые три месяца войны были сопряжены с рекордными доходами бюджета. Экспорт энергоносителей обычно составляет меньше 40% бюджета, а в этом году составил больше 60% доходов бюджета. И вот эти рекордные доходы, это был вклад в копилку российского государства по финансированию и экономики, и войны. Эти рекордные доходы позволили компенсировать дефициты бюджета, которые начались с июня месяца. И вот по результатам года мы будем наблюдать дефицит бюджета российского государства. Но это будет относительно небольшой дефицит бюджета, который легко покрыть из фонда национального благосостояния. И причиной этого колоссальные доходы в марте, апреле и мае месяцы. И в этом смысле это абсолютно беспрецедентная ситуация, когда страна начинает войну. И эта война приводит к тому, что эта страна очень много зарабатывает денег в первые месяцы войны. Это как раз вот такой эффект обратной связи, который не приводит к тому, что война плохо влияет на экономику, а наоборот приводит к тому, что война приводит к этой подушке безопасности в экономике, которую Россия накопила за первые три месяца войны. Что будет с экономикой в том случае, если и Китай присоединится к санкциям? Достаточно сложно себе представить, что Китай присоединится к санкциям напрямую. Но мы видели, что китайская торговля с Россией действительно упала в первые месяцы войны. В этом смысле Китай, хотя и не вводил санкции, но китайские фирмы сильно ограничили торговлю с Россией. То, что мы видим примерно с середины лета, это то, что торговля с Китаем начала восстанавливаться и вот сейчас уже выросла до предвоенных уровней. В этом смысле мы видим, что на самом деле торговля с Китаем сначала упала, а теперь растет. И нет оснований полагать, что она сильно упадет в будущем. В этом смысле я хочу подчеркнуть, что это именно связано с экспортом Китая в Россию или импортом России. Это не связано с покупкой энергоносителей. Китай не стал крупнейшим покупателем энергоносителей из России в этом году. В первую очередь Китай покупает газ. Китай, очевидно, будет продолжать покупать газ из России. Но это ограничено пропускной способностью трубопроводов в ближайшее время. И в этом смысле мы не ожидаем такого сильного роста импорта энергоносителей из России в Китай. В этом смысле Индия играет гораздо более ключевую роль. Когда мы смотрим на 2022 год, мы видим, что две страны стали ключевыми торговыми партнерами для России. Это Турция и Индия. Турция играет роль переэкспортера. Фактически торговые потоки, которые были ограничены, большая их часть направляется через Турцию в Россию. Это с точки зрения российского импорта. А Индия стала крупнейшим покупателем российских энергоносителей. И в этом смысле гораздо более ключевой вопрос – это присоединится ли Индия тем или иным образом к ценовому потолку на российскую нефть. Действительно, вот ключевой вопрос на ближайшие недели. Насколько будет низкий этот ценовой потолок и насколько много стран к нему присоединится. И Индия в этом смысле – это ключевой вопрос. Дальше я не ожидаю, что Китай будет помогать России военным образом в этой войне. И, вероятно, не будет какого-то мощного роста или падения торговли с Китаем. И в этом смысле я не ожидаю, что Китай станет главным ограничительным фактором для российской экономики. Парадоксально, но в этом смысле основные игроки – это Турция и Индия. Это две страны, на которые, мне кажется, нужно пристально смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok